Добрый день, уважаемые подписчики! Меня зовут Денисова Татьяна Владимировна. Я врач, дерматовенеролог, косметолог и веду свой прием в клинике отражения. Сегодня мы поговорим с вами на простом, человеческом, доступном языке, что такое омега-3, необходимо ли ее употреблять ежедневно с пищей, или это всего лишь маркетинговый ход. Сегодня наша речь пойдет о полиненасыщенных жирных кислотах, эссенциальных, что обозначает то, что они поступают к нам в организм вместе с пищей. Наверняка вы все слышали такое понятие или выражение омега-3 жирные кислоты, омега-6 жирные кислоты и омега-9 жирные кислоты. Все это абсолютно разные вещи, необходимые нашему организму, но в России десятикратный дефицит только по омеге-3 жирных кислотах. Почему? Потому что эти кислоты содержатся в таких продуктах, которые, к сожалению, малодоступны среднестатистическому человеку. В чем они содержатся? Это рыба холодных вод, например, форель. Это кедровые орехи. Это льняное масло. Это семейство рыжиковых. Рыжиковые это не рыжики-грибочки, это несколько другое. Поэтому, так как это продукты, которые редко оказываются на столе обычного человека, к сожалению, мы испытываем дефицит. Но, конечно, если вы родились в семье рыбака или сами живете где-нибудь на берегу какого-нибудь холодного моря-океана, и каждый день вы имеете возможность употреблять вкусно приготовленную форель с добавками кедровых орехов, Это прекрасно. По данным Всемирной организации здравоохранения, человек ежедневно должен употреблять в пище от 2 до 4 грамм омега-3 жирных кислот. Но это мы говорим о простом человеке, который живет в свое удовольствие, гуляет по берегу моря, собирает грибы, не нервничает. И все у него в жизни, в принципе, хорошо и удалось. Но мы с вами знаем, что мы это совершенно другие люди. Мы это люди, которые находятся постоянно в движении. Это занятия спортом, это тяжелое умственное напряжение, это тяжелые какие-то эмоциональные травмы, которые мы переживаем каждый день. И поэтому для нас норма омега-3 вырастает аж до 11 грамм. Иногда пациенты спрашивают, а почему же мы слышим о том, что омега-3 жирная кислота содержится только в рыбах, обитающих в холодных водах. Дело в том, что это единственный, назовем так, жир, который представляет из себя жидкую среду. Он никогда не замерзает. И благодаря именно омеге-3 кровь в рыбах, которые обитают в холодных морях, она не замерзает, не твердеет. И омега-3 обеспечивает вот это вот постоянное, хорошее, отличное ее реологические свойства. И то, что рыба поддерживает свою жизнедеятельность, и то, что она живет и плавает. Именно благодаря этому свойству и говорят, что омега-3 необходима людям еще для того, чтобы улучшить реологические свойства крови. То есть, например, пациентам, которые страдают сердечными заболеваниями, врачи часто назначают как дополнительную добавку омега-3 жирную кислоту. Также омега-3 содержится в мембранах клеток. За счет того, что ее практически 60 или 70%, она обеспечивает эластичность мембран, лучшую ее проницаемость. А вы же понимаете, что человек – это единый организм, состоящий из миллионов клеток. И эти клетки все должны взаимодействовать друг с другом. Если это взаимодействие правильное, если биохимические процессы, протекающие в организме, проходят все правильно, то человек живет и не болеет. Это очень утрированно, если говорить. Но на самом деле, помимо омега-3 жирных кислот, существуют еще омега-6 жирные кислоты. Про них мы тоже сейчас поговорим немножко отдельно. По ней нет дефицита в нашей стране. Омега-6 и омега-9 содержатся в продуктах, которые мы очень часто употребляем с пищей. Но нужно немножко рассказать, в чем же различие омега-6 и омега-3. Это практически как две субстанции, которые отвечают за противоположные свойства определенных биохимических реакций в нашем организме. Итак, мы можем даже сказать, как уже было сказано выше, что в организме человека омега-3 дефицит. А омега-6 даже считается, что есть небольшой избыток. Итак, за что же отвечает омега-3? Во-первых, благодаря омеге-3 уменьшается вязкость крови. Это то, что мы только что проговорили про реологические свойства крови. Омега-3 отвечает за антиаллергию, противовоспалительные реакции. Омега-3 обеспечивает нам снятие боли. Омега-6 же делает все с точностью наоборот. Отвечает за процессы воспаления, отвечает за образование боли, за аллергию. Омега-3 отвечает за проболевые факторы, за тромбообразование и воспалительные факторы. И вы можете справедливо задать вопрос, зачем же нам омега-6, если нужно омегу-3? Но на самом деле нам необходимо, чтобы между этими двумя омегами в нашем организме существовал баланс. Так как, если, как вы понимаете, мы получаем какую-то травму, и мы не почувствуем чувство боли, потому что именно болевой фактор, это как защитная реакция. Подойдите к кипящей кастрюле, и если вы попытаетесь взять и поднять эту кастрюлю, вы получите ожог. Если вы резко не отведете руку. И, соответственно, появление вот этой боли, вот этой реакции, за это отвечает омега-6. Итак, мы можем говорить абсолютно про все. В организме должен быть баланс между омегами, омега-3 и омега-6. Но повторюсь еще раз, если омега-3 у нас существует очень большой дефицит, то омега-6, в принципе, мы получаем с продуктами с лихвой. Пациенты задают также такой вопрос, с какого возраста можно употреблять омегу-3. На самом деле омегу-3 можно давать деткам уже с двух лет. Например, вы им сварили кашу, взяли капсулу с омега-3, разломили ее и содержимое давали в кашу. Перемешали и покормили своего малыша. Таким образом, он даже не поймет, какие произошли изменения, а вы понимаете, что вы доставили в организм своего ребенка полиненасыщенную омега-3 жирную кислоту. Старший же возрастной цензор его как такового не существует. То есть можно принимать омега-3 жирные полиненасыщенные жирные кислоты в течение всей вашей жизни. И как мы уже сказали ранее, если вы ведете спокойный образ жизни, то вам достаточно одной капсулы в сутки. Если вы же ведете активную жизнь с физической нагрузкой, то хотелось бы, чтобы вы принимали две капсулы в сутки. Омега-3 жирные кислоты очень хорошо дружат с витамином Е. И поэтому, если вы будете совмещать прием омега-3 и витамины Е, это еще усилит ее положительные свойства и воздействие на организм в целом. Также хочу сказать немаловажную вещь о том, что омега-3 входит в состав серого вещества головного мозга. Именно поэтому очень важно принимать полиненасыщенную жирную кислоту не только в течение всей жизни, но и когда вы планируете забеременеть, когда вы планируете продолжить свой род. Соответственно, очень часто беременные испытывают дефицит в йоде, в селении и в омега-3. Поэтому проконсультируйтесь с вашим доктором, если необходимо, сдайте необходимые анализы, либо по совету вашего врача и моим рекомендациям принимайте омегу-3 как во время беременности, так и до беременности, во время планирования малыша. Также мне хотелось затронуть эту тему, где приобрести омегу-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Почему-то доктора говорят о том, что ее нужно покупать в Финляндии, либо в Америке, на иностранном сайте iHerb, но ни в коем случае не в аптеках, которые находятся в вашем доме. Дело в том, что способ добычи омега-3 и способ ее хранения играют очень-очень важную и существенную роль. Так как на кислороде омега очень быстро окисляется и уже становится не полезной для вашего здоровья, а наоборот вызывает интоксикацию вашего организма. Ну, например, вспомним эти вот рассказы наших мам и бабушек о том, что когда они были маленькими детьми, им давали всем рыбий жир. В принципе, для чего давалось? Именно для того, чтобы восполнить дефициты омега-3. И это вспоминается, совосочетание рыбий жира, это всегда человек сморщится, подумает, как это невкусно на вкусовые ощущения, да, или как это невкусно пахнет. А это уже звоночек нам к тому, что в данном случае никаких полезных веществ детки-то и не получали, потому что резкий запах появляется именно тогда, когда происходит окисление омега-3 на кислороде. И уже продукт полезный превращается в продукт бесполезный. Еще до недавнего времени омегу-3 в России получали, как вы думаете, откуда? Да, из печени рыб. А как вам уже известно, печень это орган какой? Фильтрующий. И он только, не орган фильтрации не только у человека, но и у любого живого существа, у которого она есть в наличии, в том числе и у рыбы. И, конечно же, добывать из этого органа это не очень хорошо. Данная омега-3 не будет полноценно обладать всеми своими оздоравливающими свойствами. И непонятно, в принципе, принесет ли она пользу организму. В Норвегии же, например, добывают омега-3 из брюшка и мышц рыб. И добывают ее безопасным способом. И далее помещается при помощи определенных очень сложных технологий в баночку, которую вы уже получаете или покупаете в магазине, или получаете вместе с посылкой при покупке через интернет-магазин. И попробуйте открыть эту баночку. Что вы почувствуете? Вы почувствуете легкий, свежий, вкусный аромат рыбы. Или вообще не услышите запаха. У нас же, к сожалению, до сих пор происходит получение омега-3 из печени рыб. И хранение ее, технология хранения, к сожалению, не настолько усовершенствована. И зачастую, покупая препараты у нас в аптеке нашего производства, при вскрытии баночки мы почувствуем неприятный запах. А это нам уже говорит о том, что произошло окисление омега-3 на кислороде. И данный продукт, он не будет нам опасен, но он будет для нас бесполезен. Мы не получим тех чудодейственных свойств от омеги-3, которых ожидаем. Так как я врач-дерматовенеролог и косметолог, то я своим пациентам всегда назначаю омега-3. Особенно, если у пациентов есть кожные какие-либо заболевания. И в этом случае мы употребляем большую дозировку, чем рекомендации для простого человека. Такую дозировку, что как будто бы пациент занимается физической нагрузкой. Потому что омега-3 необходима для восстановления кожных покровов. Она необходима для того, чтобы вся капиллярная сеть восстанавливалась. Если она повреждена во время данной кожной болезни. Она необходима для того, чтобы все ценные вещества, которые пациент принимает с едой. И это не только мы сейчас говорим про омега-3. А про любые витамины и минералы. Правильно усваивались и доставлялись к каждой клеточке нашей кожи. Итак, теперь под конец моего монолога, рассказывая вам о омега-3 жирных кислотах. Я хочу сама себе задать несколько простых, но очень актуальных вопросов. Повторимся. Первое. С какого возраста можно употреблять пищу омега-3 жирные кислоты? С двух лет. До какого возраста? На протяжении всей жизни. Какое количество омега-3 нужно употреблять? По нормам 2,4 грамма в сутки. При физической, моральной, умственной нагрузке до 11 грамм возрастает норма. Нужно ли употреблять в пищу дополнительно с омега-3, омега-6 и омега-9 жирные кислоты? Не обязательно. Кому можно не употреблять в пищу омега-3 жирные кислоты вместе с биологическими добавками? Тем, кто может себе позволить ежедневно в рационе своего питания иметь рыбу, кедровые орехи и, например, льняное масло. Какие еще вопросы? Например, сколько нужно омега-3 пить пациенту, если он находится в стадии обострения кожными заболеваниями? Я бы рекомендала 1-2 капсулы в сутки. Можно ли разрезать капсулу и использовать эту жирную кислоту при нанесении, например, на хиелит, на поврежденные губы? Почему нет? Можно, если вам комфортно это будет и приятно. Итак, маркетинговый ли это ход? Нет, это не маркетинговый ход. Омега-3 необходима нам всем. Мужчинам, женщинам, детям, взрослым, старикам. Абсолютно всем. Поэтому я рекомендую всем ежедневно ее употреблять. Также мне очень часто задают вопросы, какие бы я порекомендовала биологически активные добавки, содержащие омега-3 жирные кислоты. Просят назвать конкретную фирму, но мы не будем это делать. Я просто вам скажу о том, что когда вы покупаете омега-3, сейчас вы можете заранее изучить этот продукт, например, на сайте, в интернете. Посмотрите, чем больше процентное содержание омега-3, тем данный продукт вам будет более полезен. Спасибо вам большое за внимание. Задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Буду рада новым встречам.